Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Актриса Агата Муцинеца, ее трудное детство, жизнь за границей, жизнь в столице, любовь и болезненный тяжелый развод с известным актером. Звезда российской актрисы с латвийскими корнями зашла после выхода в 2012 году. Сериала «Закрытая школа». С тех пор Агата Муцинеца, занимая достойное место на небосклоне отечественного кино. О ее трудном детстве, тернистом пути к признанию и истории любви с болезненным разводом вы узнаете, посмотрев этот ролик. Агата родилась 1 марта 1989 года в Риге. Ее отец Эдгар работал барменом в одном из рижских ресторанов. Но Агата практически его не помнит. Он ушел из жизни, когда будущей актрисе исполнилось 3 года, а ее старшей сестре 5 лет. И маме в сложные 90-е годы пришлось в одиночку поднимать двух детей. Несмотря на то, что мама работала на нескольких работах одновременно, семье приходилось туго. Одежда передавалась от старшей дочери к младшей по наследству. И нередко из-за скромных нарядов девочки приходилось выслушивать свой адрес, колкие насмешки одноклассников и сверстников. Но бытовые невзгоды только закалили Агату, сделали уверенной в себе и настойчивой в достижении своих целей. Агата с малых лет проявляла свои артистические наклонности, выступая на семейных торжествах, а чуть позже и на различных школьных мероприятиях. Мама отметила явные способности младшей дочери к лицедейству и записала ее в театральную студию «Шкатулка», которой та стала с удовольствием заниматься. Со временем Агата превратилась в очень привлекательную девушку и, по примеру подруги, оставила свое портфолио в одном из рижских модельных агентств. Там оценили внешние данные красавицы девушки и спустя некоторое время предложили ей рекламировать образцы обуви известной итальянской фирмы. И, конечно, Агата согласилась. После получения школьного аттестата Агата оказалась в Милане, где заключила контракт и стала выступать на различных европейских подиумах. Одно время она работала в Германии и жить ей пришлось в семье эмигрантов из Китая. Здесь она почерпнула много знаний из истории и культуры Поднебесной и даже научилась читать и говорить по-китайски. Так у Агаты появилось желание стать профессиональным переводчиком. По возвращению в Ригу Агата ушла из модельного бизнеса и поступила в Латвийский государственный университет на отделение китайской филологии. Но проучившись там всего лишь год, она изменила свои жизненные приоритеты, вспомнив о своем увлечении сценой. Она уехала в столицу с целью стать актрисой. Основательно проштудировав известные ей с детства басни и отрывки и спрос, Агата с первой попытки поступила во ВГИК и в итоге оказалась в мастерской блистательного актера и педагога Александра Михайлова. В 2012 году Агата окончила ВУЗ с отличием и стала дипломированной актрисой. Дебют в кино состоялся еще в студенчестве. Она снялась в нескольких эпизодах детектива «След» 2009 год. Ее заметили и через год уже доверили небольшие роли в фильмах «Стройбатя» и «Невидимки». Это стало началом развития ее творческой карьеры. По-настоящему звезда Агаты зажглась после выхода на ТВ-экран мистического сериала «Закрытая школа», где она сыграла одну из главных ролей. В течение 12 лет актриса снялась более чем в трех десятках картин. Хочется отметить детектив «Я знаю твои секреты», где Агата играет в дуэте с Михаилом Пшеничным. Там она играет главную роль. Очень интересный фильм. За период 2015-2020 года с ее участием отснято уже 6 сезонов этого сериала. Съемки в «Закрытой школе» подарили молодой актрисе большую любовь. Правда, до этого в жизни Агаты уже присутствовал мужчина в лице Артема Алексеева, сокурсника по институту. Он также актер. Его знают по фильмам «Екатерина. Взлет» и «Последний янычар». Но парня ей пришлось оставить ради харизматичного, уже набиравшего обороты в кино актера Павла Прилочного. Их романтические отношения привели к тому, что в 2011 году молодые люди втайне сыграли свадьбу, и лишь через год они объявили о своем супружестве. Павел и Агата были безмерно рады появлению их первенца Тимофея в 2013 году. Спустя три года с рождением дочки Мии, счастливые молодожены стали мамой и папой во второй раз. Ради детей Агата взяла творческую паузу и в течение трех лет практически не работала в кино. А вот ей супруг наоборот, став к тому времени популярным востребованным в кино актером, который регулярно выезжал на съемки. Долгие разлуки сыграли свою негативную роль. В семье пошли разлады, взаимными упреками, скандалы и даже битье посуды. Являясь обладателями взрывных характеров, супруги часто ссорились, потом мирились, и уже в 2018 году в СМИ просочилась информация о том, что пара расстается. Конечно, между Агатой и Павлом были попытки сохранить семью, но взаимопонимание с каждым очередным скандалом угасало, и в итоге все сошло на нет. О своем решении расстаться окончательно они объявили в феврале 2020 года, но из-за ограничений из-за COVID-19 их развели только в июне. К тому времени у Павла была уже новая пассия – актриса Мирослава Карпович, героиня папиных дочек. В настоящее время Агата воспитывает 8-летнего сына и 5-летнюю дочь, и по-прежнему остается востребованной популярной и любимой актрисой российского кино. В личной жизни актрисы перемен пока не наблюдается, хотя были слухи о ее отношениях с актером Юрием Колокольниковым. Это произошло после съемок фильма «Крюк», где они сыграли мужа и жену. Информацию об этом сами актеры воспринимают с улыбкой и утверждают, что у них только чисто дружеские отношения. Агата постоянно участвует в различных шоу на ТВ. Она была ведущей одного из выпусков проекта «Голос дети» вместе с Дмитрием Нагиевым. В текущем сезоне ледникового периода Агата выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом. И, видя их катание у зрителей и коллег, появился еще один повод поговорить о романтике в их отношениях. Но ведь это же шоу, это спектакль в один голос, уверяют бесспорно красивый дуэт в танцах на льду. Хочется пожелать этой замечательной актрисе, талантливой и красивой женщине всего самого наилучшего, всего самого доброго, побольше новых и интересных ролей. И, конечно же, обрести ей женское счастье. Пусть у нее все будет хорошо. Всем благодарю за внимание, всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok